вечер у нас за сегодняшний день практически ну днем я практически особо ничего не делал о смотрика лягуха лягуха уху сколько лягушек короче говоря смотрел хавита видосы смотрим на правда интернет здесь ужасно по просто ловит водка вечера что я сделал сейчас пойдем покажу а вынесли старый асфальт который у нас пакете был тяжелущий тележка конечно выручать но она скоро она развалится колеса не выдержит от такого смотрите что я здесь натворил в общем сломал я вот это все осталось вот эти все доски завтра вывести на тележке вот и останется вот этот кусок доломать но это я думаю что уже трогать не буду и вот этот подиум я его оставлю если за зиму он не сгниет значит я сверху его на него что-то настилю просушу и нормально будет нет значит тоже сниму это уже теперь только на следующий год ну и уже сверху крышу делать что-то на следующий год итак я хочу сказать за это лето мы сделали принципе не посильная то что нам с мамой конечно это вообще был бы папа вода мы вдвоем но все равно там внутри прибрались дверь сделали все нормально вот время пролетает очень быстро но ребят не поделаешь ничего но однако сделали очень много ну кому-то может покажется что мы ничего не сделали но много вот что еще посмотрел сегодня значит еще вариант я каждый день мониторю так как не очень хочется мне искать какую-то новую работу потому что это вот опять все по новой опять это надо эти собеседования куча везде проходить этот этот график вставать каждый день надо там 6 утра еще там чего-то гораздо проще было бы ебинить свою машину но пока вариантов нет присмотрел значит один вариант это ford transit четвертый год правда что но человек правда пишет что 200 тысяч он его купил 200 тысяч он на него вложил весь перекрашивал есть перебирал единственно находится он по пути вот как мы едем с дачи в территории горелого я ему послезавтра отпишусь если будет возможно заехать посмотреть хочет 417 но сказал меньше 400 не отдаст принципе если вариант более-менее хороший но ребята четвертый год писать сколько машине лет я каш посмотрю но не знаю по идее по хорошему конечно ларгус но сами понимаете ларгусу стоит не дешево и сегодня кстати писал один какой-то яхши типа я могу у вас движок лада я говорю почему такая цена я бы давайте вот брат брат ладовский движок намного лучше чем рено он не такой капризный а рено капризный я буду кому-то рассказывать что ладовский движок обычный калиновский который выжимали 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 вот этот 118 и продают его нахрен он нужен самый хороший движок это рено еще тем более 116 лошадиных сил вообще шикарный а лады это все то же самое как с восьмеркой будут такие же проблемы будут клапана не клапана масло не масло ну его нахрен такие ларгусы должны стоить 350 они заламывают цены под миллион вот так вот ребята все подорожало честно говоря у меня тут были такие мысли думаю что надо было ситра не продавать а с другой стороны все коммуне чем от мозгов выносил вот поэтому ладно будем что-то еще искать но по пути поедем посмотрим этот фордик может быть и приличными кстати видос сейчас загружается уже четвертый час и загрузиться не может с эти интернет очень плохо работает вот сосед у меня тут вечернюю прогулку устраивает у дымс у дымс но он тут сейчас родителями живет а зимой здесь живет один кстати зимой здесь жить одному не знаю я бы на обстоятель зимой что тут волки бегают медведи как у меня к моей племяннице ходил репетитор говорил медведи кстати тут ходит медведи это я бы я обстоя себя увидел медведя или волка я бы не знаю чем со мной было ну наверно оторопь а потом но надо зимой если ты ходишь если ты видишь волка надо иметь собой какое-то либо громкое что-то говорят медведи боятся громких звуков а волки вроде боятся огня ну ты же не будешь с собой с факелом ходить правильно не средневековье какой-то вот ладно ну что на сегодня все пойду я домой холодно что же и видос еще не загрузился тут на улице загружайте тут же заряжается вот завтра остался еще день ну послезавтра еще полдня чем за завтра мне надо покосить вот здесь будет насколько хватит бензина покосить вывести мусор остатки вот этих деревяшек там кое-что прибить и в принципе все так что как-то так и доплатно вот еще что забыл дверь вот эту поставить у нас не получилось во первых она тяжелая во вторых она не на не лезет в те петли и в общем было принято решение пока просто берет так прислонить а по-хорошему надо искать ролет я думаю что он не очень дорого будет стоить и поставить сюда ролет замком потому что сарай разваливается а покупать сюда дорогущую дверь на херн она нужна а эта дверь видите она первых короче здесь должна быть сотка дверь вот здесь сотка старого так который валяется а это восьмидесятка то семидесятка тоже не подходит в общем хрень какая-то но пока конечно прислоним тут брать то нечего кроме туалета просто прислонившим сюда никто не ходил а там потом посмотрим может быть и ролет найду из-за поставлю вот все ребята разваливается на все нужны деньги только где их взять на вот так вот тут тоже люди в свое время строили 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 бригада все строила сторону окстраясь как старости уже ничего не надо поэтому как правильно вчера какое-то кино было там уже как ну и что вот я всю жизнь работал работал бабло копил 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 а здоровья никакого и к старости деньги не пригодились все здоровье уже не поможешь поэтому тут уж как говорится ладно радуемся как говорится тому что есть дом не покрасили на было краску купить я все думаю надо 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 хотел вот привести краску в этот раз а машину продал все ну ладно может быть успеем концу года еще купить баночку хотя вот тут это обработать вот и сюда надо вот этот кусок сайдинга прикандавить потому что снизу начинает гнить вот этот вот osb так заделать а потом покрасить чем-нибудь еще или вообще целиком купить osb заделать не знаю короче посмотрим у меня брат все время был против osb зачем это osb и osb ну вот osb стоит дешевле чем краска ладно завтра посмотрим уже все завтра она сегодня вот эта вся площадка вот эта вся площадка была в битых бутылках я выкинул булыжник туда в мусор дети наших соседей игрались и стали этим он виде еще следы остались он еще осталось стеклотара в общем короче брали камни вернее брали камень и этим камнем били стеклотару здесь столько было увидеть еще куски стекла но ребята лишь можно порезаться пораниться не дай богу так ногой и все еще столбняк не хватало подхватить на хрена то надо короче мы пошли выкидывать мусор взяли метлу взяли совок и все здесь подмели сами же вот это вот все приезжие сюда кидают вот здесь тоже все это от прежде кто-то не наши это какая-то старая лестница это даже не наши кто это выкинул я просто узнает у нас куда же лестница него короче сами мусорят раньше была самая лучшая помойка из всех а теперь сами же и загадили ну понимаете половина не платит считают что нет необходимости за это платить кто-то вывозит в город кто-то значит говорит что я в городе плачу я думаю ну так одно дело ты в городе плачет другое дело здесь кто-то не платит на фирма пользуется вот мы платим мы вносим но мы платим только за тот период за который мы пользуем вот мы живем здесь летом за летом и платим зимой мы здесь не живем поэтому в зимний период мы не платим вот так что как то так так ну что открою день отъезда это мама по телефону говорит короче вынесли остатки мусора деревяшки старые вот я я покосил бензину хватило и даже еще и осталось на тот периметр который я косил все это что-то делает короче вывески убрали я так подозреваю что молодой человек который приходил посмотреть он это купил я так понимаю сумма была очень-очень маленькая и он видимо решил ну как бы брать потому что я так подозреваю что человеку нужны деньги и ну понятно дорого продавать это ждать очень долго ну а задешево заберут сразу это примерно как у моего друга машину за эти деньги быстро быстро отхватили там столько сразу появилось звонков что ужас вот так что как то так все сейчас тогда доделаю дела и будем выдвигаться что по машинам а хотел я сегодня заехать посмотреть ford транзит четвертый год но не буду причина я почитал отзывы ну комментарии про этого человека нашелся парень который купил транзит шестого года два дня он на нем нормально поездил и он начал сыпаться от слова совсем все полетело в общем из сервиса в сервис все это кое-как датчики все оказывается которые показывают ошибки они все перерезаны специально в общем человек представился министром юстиции бывшим сотрудникам юстиции оказалось обычный перекуп старовер поэтому я этот ford даже смотреть не поеду вот наверняка купил за 200 сверху покрасил поставил колесики которые были у него загажниках и просто напросто решил продать в три раза дороже мало того что он цену с 417 поднял до 437 но это вообще уже наглость вот сейчас нашел еще ford ой не ford volkswagen caddy 530 он хочет восьмой год но он такой весь ухоженный он такой прямо чехольчики не чехольчики сзади прямо такой у него ковролинчик уж понимаете в грузоперевозках это все у кайдукается в секунд ну и цена большая для меня 530 за восьмой год это дорого вот нашел еще пассажир ларкус он со всех мест к цены пробег там тоже конский продают на хасанской в автосалоне я говорю ребята 430 они 530 они хотят или 4 они 430 я говорю ну давайте там там типа 370 но это вот как бы такая стандартная цена и туда же многое там хавита пишет 360 нет нас такая цена не устраивает окно пускай на вас все стоит 1000 лет и гниет вот тем более пассажир и видно что пассажир такой задроченный потому что колеса прямо на сидушках грязные лежат в салоне грязь в общем самый оптимальный был вариант скинуть сидушки возить по грузовому по грузовому в пассажирском кузове не хотят не надо ладно короче доделаем дела собираемся и едем он авито сообщение пришло на меня очередной раз а это старая тема вот продают еще максу за 700 прям в очень хорошем состоянии но он длинномер высокий мне туда мне такой зачем плюс это с видом хорошие а может быть тоже по технике но и в другом городе тоже такой себе ну да ладно а в основном я вам скажу ребята все каблучочки особенно рено citroen и ларгус это все из-под яхши все практически каждая третья машина из-под яхши заполонили они все отхватили все еще и продают ладно собираемся перекусим и поедем домой неохота ну что делать надо так ну что приезжала мусорина вот я сейчас пойду меня на еще одну деревяшку я нашел гнилую тут он при входе и заодно посмотрю как он это самое потому что у меня есть подозрение что он пухто ним он приезжает он же пис пухто а он как он интересно с этого пухто выбрасывать тот мусор который я не просто не понимаю вот сейчас подойду посмотрю мне нравится вот эти вот желтенькие цветочки красивые такие сейчас просто одну деревяшку до закидывать вот мы по моему тут больше всех мусора выбрасываем вот в этой округе но мы извините и платим а есть люди которые я уже говорил мусор выбрасывают но не платят а это плохой поступок как делать нехорошо он выгружает эту помойку потому что ну вот пухто у него загребательная вот эта хрень но это загребательная хрень для маленьких ящичков ну не ящичка вот эти знаете как мусорки на которой академик гонял а вот с большой то пухто как они мусор жил вручную это делать что и сомневаюсь я не знаю чего никак они это все делают ну короче как то так ладно мусорка пустая вот в принципе но мы уже все выкинули все что нам нужно больше не надо принципе хрен со но он по вторникам вот он приезжает забирает но как он это делать не знаю как бы конечно посмотреть со стороны как это делается просто не ради интереса ну ладно так чего пилить больше я тут ничего не буду пока надо это по весне пилить потому что когда листья ты не видишь где провода а я так подумал что если я все спилю здесь очень голо будет не будет ничего не будьте видны потом посмотрим какие повести потом все следы облаков вот все столько маленьких лягушатин смотрите малюсеньких по моему я все не косил их столько мелких прям не успеваешь за ними следить мне не хочется чтобы они попадали короче последняя ходка в мусорку надо последний пакет до выкинуть ну да часто мы пользуемся конечно мусоркой так ну что форда смотреть я не поеду поры но кенга там никто не отвечает но видимо не хотят продавать за да за такую цену за 470 тысяч кенга никто не купит в каком он состоянии не был даже бы если бы на этом рено кенга ездила английская королева я думаю что наверное все равно бы никто это не купил во что я говорю люди по ходу дела что-то наелись может быть курили когда цену ставили может как что-то принимали я не знаю но ребята ну хорошо сто тридцать тысяч пробега замечательно но машина у тебя шестого или там какого седьмого года но откуда 600 тысяч ты хочешь откуда но это ну даже авито пишет цена 350 она даже цена ему пишет 280 я говорю хорошо чувак я тебе 350 готов дать ну не хотят пусть она еще 300 лет стоит а сейчас списывался с мужичком по максусу хочет за маленький максус 600 восьмой год пробег там конский я кричула ты понимаешь что это дорого это адекватная цена рыночная рыночная цена тебе предлагается снизу я бы ты понимаешь сколько это стоит плюс запчастей нет плюс состояние кузова на у тебя все ржавы но если вам так не нравится этот автомобиль зачем вы собираетесь покупать и гони себя все покупать этим в сцену предложил а что если по той цене которую я тебе предложил я еще смогу как говорится переговорить подумать это еще подумать но явно не за ту сумму который ты предлагаешь но слава богу на три буквы не послал как эти поручкались пожелали всего самого наилучшего и вот до сих пор я до сих пор не понимаю как он выгружает это все даже маму спросил бы как полностью выгружать не знаю вот это тоже площадка пустая для чего она здесь описал знает что тут такое тогда когда вот мусорку ставили вот эту сделали территории надо было мусорку отсюда ставитесь бы и было самое место вот так что короче говоря ничего стоящего нету тот который кэдди навороченный такой весь в коже рожи мне он не подходит во первых по цене во вторых маленькая длина кузова а во вторых там все отделано красивыми материалами у меня это все заострется на второй же день после поездки в яндекс грузовом либо грузовичков вот нет все таки я подумал что надо что-то длинное это либо торнео коннект или транзит коннект либо ларгус что-то такое ну можно как еще вариант рассматривать peugeot партнерного второго поколения но они тоже заломили цены ладно потом есть соседа увижу я с ним переговорю у него пыжик он за 400 его брал по-моему не за 350 но это был год назад вот практически в тоже тот же момент когда я ситрика брал вот план ну я тут тоже так подумал да может быть ситрами было не продавать а потом вы писать как бы мне мозг выносил ладно далее это все собираемся едем джипс прицепа внутри знаете чем корову я видел сколько раз что тоже не перевозили корову я ее мутузит на стороны в сторону и прицеп вот так вот колеса в сторону задней арки а он несет еще так вот корову в сторону ну а мы же едем потом подъедем и вот наши братья берлин вот как оно шумит тоже наверно потому что это на улице я не знаю куда сейчас там поедем на этом все поедем куда-то видимо кто-то на корову купил а кто-то просто а мы тут узнали вон она видите там тусуется белая с чертой такая и там во первых она не умещается там бедная корова там не рюк да скажет господи Замуровали демоны Замуровали демоны Надеюсь, ее везут не ногой Ну, может, только снялась У меня такие ребра там Да Не, ну она там как-то передвигается Хоть как-то Знаешь, что она там села хоть бы Жалко Нет, ну ей там не развернуться Ничего Здорово! Ой, как это Прицеп херачит туда-сюда Еще на таких колесах Ёба-май Фига она там Бандура такая Туда-сюда Жесть Самое главное, как бы там Прицеп на бокам-то и сделан Из лоисбиц какой-то или с фанери На персу, не знаю Туда еще не надо Туда 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 Некомфортно Туда Туда Можем Туда 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 Морды Загнали Туда 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 Субтитры сделал DimaTorzok